Субтитры сделал DimaTorzok То, что сейчас говорят, когнитивным диссонансом Модно называть Это вот какие-то вещи Багрицкого Какие-то вещи сделали просто изумительно, скажем, его перевод Брынгельский хрош Тень вот эта, одно из балал И есть что-то страшное совершенно Вот как-то это, ну вот так вот Есть какие-то, по-своему, очень сильные строки у Маяковского Но на фоне, в общем, так сказать, скорее вызывающего отталкивания Да, согласна Вот, так что это вот, это вот Композиторы могут быть и современные Но вот опять же, очень важно это, это ощущение И тут в целом, конечно, у меня скорее симпатии более классические И, так сказать, скорее консервации Ну, скорее, если так брать, вот современные опыты Очень из литературы Очень я люблю Это была из моих любимых вещей еще в детстве Давид Копперфилд Диккенса Из тех, что я так и в поднятии читал Очень люблю французов Пожалуй, больше всего Кого? Мэри Мэя очень люблю Очень люблю Анатолия Франца Который сейчас, к сожалению, очень редко переиздается Его мало забыт Какие-то вещи эволюционировали Вот я вам скажу Которые почему-то исчезли из виду Меня сильно захватывали два писателя Которые я потом уже не мог вынести Это Юго и вот Ромен Ролан Это совершенно восторженность дико необузданная И совершенно не так свойственная лучшим французам Абсолютное отсутствие чувства меры и вкуса Абсолютное отсутствие Это как какой-то испорченный водопровод Понимаете, что-то дикое Вот Юго, я что-то пытался перечитать То, что я в детстве Суда, скажем, собор парижского богоматства Это абсолютно невозможно читать Но это вот эволюция, понимаете А вот Франция я люблю с детства И до сих пор перечитываю Я не смогла так читать Сто лет одиночества, например Я это читал Совершенно не не смогла На меня это не произвел Ну вот, да Нет, вообще, что касается Если в 15 лет Что касается модных вещей Так это вообще Это абсолютно безотносительно к вкусам Это заведомо Я вообще, кстати Я уже давно Я лучше десятый раз перечитаю то, что я заведомо люблю Чем в первый раз что-то другое Есть ведь замечательная мысль Может, вы ее слыхали Что то, чего не стоит перечитывать Не стоит читать и в первый раз Не стоит вовсе читать А люди только этим и занимаются Да, ну как понять А каких-то вещей не знает никто Да, да Вот это дико Я вот говорю, допустим Они вот говорят, что вот Франция Они даже не слыхали этого имени Ну да Понимаете? Ну вот для этого и нужны вот такие беседы Александр Яковлевич Вот такие ваши приезды Виктория, я к этому очень скептически отношусь Нет Это все Вот это так Ну, бывают случаи, когда что-то кому-то откроет Кто-то кому-то что-то Хотя бы одному человеку это уже хорошо А это то, что Тютчев называл благодатью Это называется сочувствие И это от нас тоже Ну, нет, мы можем явиться как бы инструментом этой передачи Но это именно не сходит как благодать Или ты что-то кому-то откроешь Или он просто этого Он не увидит этого твоими глазами Потому что это, если хотите Пускай он увидит своими Пускай он увидит своими Что я имею в виду? На любых контактах лежит заведомая, так сказать, ограниченность И вот несовершенство А, да, конечно, лежит, конечно Любое сообщение Любое, уже не говоря о том, о чем мы сейчас говорим Причем в рамках одного и того же языка даже Да, разумеется Да, не говорим об иностранных языках Знаете, есть такая игра детская, испорченный телефон Конечно, да Человеческий контакт – это есть испорченный телефон Да, согласна Потому что на точке, любая информация на точке приема Неадекватна, ей же на точке выхода Но иначе и даже быть не может Я вам сказал, что мы оперируем, неважно словом, там, влияние, там, все У меня оно в другой, так сказать, в семантической вот сетке моего языка Оно занимает другую позицию, чем ваша Да, да Хотя, слава богу, мы говорим на одном языке с достаточным взаимопониманием Но даже в этом это может быть ближайший человек А уж когда это случайный, встречный А то и человек вообще с другим родным языком Тогда и говорить даже нечего Но это, если хотите, участь в человеческих контактах Вавилон Вавилон, да Отсюда и бессмысльность вообще любых споров каких-то Вы не спорите обычно Стараюсь, нет Просто, нет Тут все гораздо проще Если мне этот человек чем-то не безразличен То мне это, конечно, где-то жаль, что так А так, ну, ради бога Ну, пускай он так Пускай это он То, что он чего-то не видит Это бессмысленно Понимаете, там, у нас за окном какое-то, допустим, здание стоит Где там десятки окон Тут светит солнце, значит Естественно, оно отражается в окнах Мы с вами даже, я бы говорю Вот видите, солнце в этом Нет, солнце отражается в другом окне И мы начнем спорить Это же будет такая же ровно бессмыслица Потому что для вас он Вот ваша точка, вот моя точка Заведомо абсолютно абсурдно по этому поводу спорить А все остальное и есть то же самое Я просто привел относительно наглядный, так сказать, физический пример Вы знаете, я слушала запись беседы с... Был Олег Ерченков, и еще были две дамы Ольга и Мария, кажется, с вами общались Ольга и... погодите, погодите Ольга и Мария и Олег Ерченков Ой, так это были здесь Да, 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 так вот я хочу сказать, что я слушала Я слушала... А, ну мы общались с ними Да, нет, мне просто очень эпизод, знаете, какой-то нравился Они хотя нарушили мое пожелание Я им сказал, что не надо записывать Нет, так это же мне давалось Я же готовилась к нашей встрече Мне это давали для дела Нет, 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 Виктория, нет Я их попросил Не стоит записывать наш разговор Ну, они... Да-да, конечно, конечно, не будет Ну, бог с ними Странно Ведь уже даже текст есть, который, я так понимаю, что вам должны дать на просмотр Нет, с ними Они были недели три назад у меня Нет, 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 об этом нет Ну, как бы там ни было Ну, не важно, да Иначе бы я не узнала вот о чем Я бы не узнала замечательную вашу встречу с обезьяной А с обезьяной дай Да, дело в том, что у меня был похожий эпизод только с собакой Это было в городе Пуна, где я училась Да И вот это была встреча на улице с облезлой, шелудивой И вы ощутили тоже благостное Мы смотрели друг к другу в глаза несколько секунд И в этот момент было полное понимание, что я и собака И этот взгляд, который смотрит друг на дно и то же Это длилось доли секунд Но собака так же ощущала или нет? Вот в чем беда Вряд ли, да? А собака, видимо, где-то гадала Вот это вот огромное существо Собачка была меньше Даст мне печенку или не даст мне угощение Да, что это она мне говорила Сейчас, может быть, она решила сейчас на меня кинеться это вот существо Так знаете, о чем я подумала, когда ваш рассказ слушала Вот об этом эпизоде О том, что, возможно, если допустить существование неких высших сил в форме богов и так далее Возможно, точно так же они чувствуют, тоже они испытывают по отношению к людям Вот такая мне пришла Мы не знаем Видите ли, я когда говорю Если употреблять понятие вот этого начала То я больше всего страшусь, хотя какой-либо долей антропоморфизма Потому что он все убивает, понимаете? Он убивает и он... Весь народный индуизм на этом строится Да-да-да Нет, да не только индуизм Ну, конечно Любая религия Возьми даже шедевры столь плодотворные там Какой-нибудь там греческой, допустим, мифологии Конечно Сами греки писали, что все-таки про них сочинили Гомерз Есиодом про богов Будто воруют они, совершают и блуд, и обманы, ну и так далее Нет, это... Но это вообще уже другое, понимаете? Причем это, ну опять же, это субъективно Но это все, допустим, при чтении самых разных канонических текстов Этот элемент, он очень силен Он, кстати, очень силен в Библии Начиная с книги, так сказать, «Бытия» Очень силен Потому что как можно раскаяться в том, что ты делал? А ведь ни разу это употребляется Ну вот созданы люди, значит, пара А потом созданы, чтобы плохо ему быть одному Адаму, значит Создают ему Еву Ева, кстати, как инструмент в каком-то смысле его падения А за день до Адама, если внимать, создается змей Создаются все предпосылки к падению Адама После этого, уже не говоря о том, что он их наказывает совершенно несоразмерно И более того, не самих их, а уже жена будет впредь только в муках рожать Это, ну, но еще более, так сказать, да И Господь раскаялся Да, вот это самое Я специально смотрел, как вы Раскаялся, и даже пару раз это И это уж такой антропоморфизм Ну, ничем не лучше, если хотите, там, древнегреческого Как может выше, ну, это, вот, у меня это в голове не укладывается Не укладывается, я согласна Молится о том, чтобы, не знаю, даже молится о том, чтобы твое оружие, так сказать, победило оружие врага Хотя, хотя уже дальше некуда, в общем-то Уже дальше некуда, вот А, так сказать, пример, когда царь раскаялся, это только вот Ашока, буддийский только Я сейчас не могу другого вспомнить Может, это и были случаи покаяния Но они были довольно насильственные, скажем, в бизантийской истории, вероятно, были Багиратха Багиратха, но это, скорее, не совсем раскаяние Это не смеет, нет, то, что человек, нет, то, что, нет, но какие-то душевные движения, они были и у Ивана Грозного Слава Богу, он синодики составлял И сам понимал, что он столько перебил, что имена же их три, один весь и Господи То есть только Господь может вспомнить всех, кого он перебил и запытал Вот же в чем дело Так что в этом, ну, это нет, ну, просто чтобы царь как-то, ну, у нас нет Чтобы он так вот раскаялся в самой своей характере, в своей деятельности Мне сейчас не приходит в голову другой пример И это все-таки буддизм создал, понимаете? Вот же что Вот, так что здесь это самое, да А так, разумеется, так сказать, можно освещать пушку, так сказать Ну, куда только это не может завести, понимаете? Но это вот природа человека Она есть и будет такая В чем цель человеческой жизни? Ну, цель, наверное, та, которая может быть нами сформулирована Так как, ну, опять же, это как-то, это то, чтобы нам было дано Чтобы нам был дан, вот, в достаточность, чтобы действовало данные нам средства упорядочения нас самих Конечно, это важно не все Другое дело, что эти пути разные И кто-то успокоится вдоволь, посеяв, так сказать, мучений и страданий в мире Вот Но выше этого как-то трудно что-то, да Летти в мир самим собой Поскольку, в общем-то, источник, конечно, в нас В том, как мы устроены, точнее В том, что нам задано И, конечно, в той мере, в которой нам дарован вот это Такая вот, опять же, ну, то, что представлено в истории Ну, более эффективного Такого упорядоченного средства, нежели религия Не создано Понимаете? Не создано И тут абсолютно не имеет никакого значения Что кто-то доказал, что мир создан не там Не пять тысяч лет назад, а пять миллиардов лет Никакого это не имеет значения Важно, чтобы эта модель работала Только это важно Если она работает, и слава Богу И не надо, так сказать, разрушать эту вот ограду У этого человека, потому что он только тебя возненавидит Он себе выстроил крепость, а ты кирпичик выбиваешь из-под основания этой стены Ну, какая будет реакция? Ну, однозначно А чего-то он в упор все равно не увидит в упор Уже потому, что вот его точка, а вот, так сказать, моя точка И все Потому это и благодать, сочувствие Тут уже точнее не скажет Опять же, буддийский и буддийское понятие о сострадании Особо развитое в буддизме, не в индуизме Это и есть некоторое, если хотите, развитие золотого правила Не делай другому то, что не хочешь для себя А делать то, что ты бы хотел Это и есть, если хотите, переформулировка золотого правила А золотое правило – это действительно типологически, действительно совершенно универсальная вещь Она есть и у древних индейцев где-то И она есть где-то в африканском фольклоре И она есть в Библии, и она есть где-то у Аристотеля Действительно универсальная вещь Она есть в Махабхарате Она есть у Еврипидов в греческой драме Действительно универсальная вещь Причем совершенно очевидно, что здесь даже дело не в заимствованиях каких-то Потому что могли там заимствовать африканское племя, допустим, Еврипида Вряд ли Это просто чистая типология И это действительно то, к чему пришли в разных местах вот такие Еще интересна сама этимология Сострадание Страда как работа, как труд некий Как некое совместное усилие В отличие от жалости, я хочу сказать Это есть то, что оно не всегда точно Есть слово эмпатия Есть слово эмпатия Вживление, как бы, в страдании, в переживании другого Когда ты себя чувствуешь Сочувствие, сочувствие Да, да Но это момент, который не раз к нему Достоевский возвращается, кстати Но это много примеров там, да Опять же, как можно быть счастливым Если ради блага человечества не стоит слезы ребенка Да, слезинки Но человек, к сожалению, знает диаметрально противоположные варианты Море слез и, так сказать, при... Вот Так что это, к сожалению, это так, да Но вот это уже как дано Может быть, пару слов, Александр Яковлевич Как вы ощущаете Россию? Ведь вы очень давно уехали отсюда Ну, я понимаю, вы с ней не расстаетесь Давно уехал, но у меня достаточно знаком Вы приезжаете часто Да И как вы чувствуете ее движение внутреннее? Ну, Россия, она... Видите ли, так сказать, то, чем она для меня всегда являлась Она и остается Так сказать, участие в моей внутренней жизни Моя, мой родной язык русский И то, чем для меня являлась и является русская литература Я уехал уже в достаточно, так сказать, продвинутом возрасте Когда я уехал, мне было... Сколько мне было? 46 лет Почти 47 Вполне зрелые Уже люди вполне зрелые Есть очень хорошая старинная латинская поговорка Которая Мы меняем небо, но не душу Есть такое изречение старинное латинское Так что, да Ощущение такой своей Во многом неповторимой судьбы Опять же, отношение скорее вот такое Во многом фаталистичное Что все это, так сказать, предначертано Все это со всеми деталями Со всеми перипетиями Со всеми периодами Со всеми флюктуациями Это все, так сказать, предначертано То есть, все, что человеку остается Это, по сути дела, лишь относиться к этой предначертаности Можно относиться с каким-то фагизмом Но есть очень хорошая... Есть чудесная... А можно спокойно Есть чудесная формулировка, опять же, в рамках библии Да будет воля твоя Где под твоя имеется в виду то же самое, вот, высшее начало Это условное обращение на ты Опять же, к тому же, вот, там К тому же Брахману, если хотите, да Это... и это в какой-то мере Это... и вот... и главное Момент, как бы, вот покорности этому Опять же, что-то я эти самые... Мне стали что-то... все эти... Приходить в голову поговорить Опять же, есть известная латинская Опять же, очень известная Что желающего судьба ведет, а нежелающего тащит Есть такое очень хорошее изречение То есть лучше быть ведомым? Так и нельзя быть ведомым Нет, я имею в виду, чем тем, кого тащат Я хотела сказать Да, конечно Лучше, когда тебя кто-то ведет И ты так скажешь... Ну вот опять же, вы это, наверное, знаете Есть же вот в Бхакте Были течения Да-да-да Обезьянки Обезьянки Ну, правильно Ну, чудесно Тогда мне не надо это разъяснять Да-да-да Так вот, кошачья, она очень хорошая Зачем тебе метаться? А котенок знает, что мать его, если надо Что он уже, как бы, включен в этот промысел Представленный матерью Да-да-да Обезьяныш тоже к ней жмется Но он при этом мечется и страдает В этом смысле он, конечно, хуже организован, нежели котенок Наверное Очевидно, так надо полагать Вот, да Вот это самое, да И, конечно, кошачья практика, конечно, гораздо достойнее Ну, я надеюсь, и на ваш, наверное Да-да, конечно Вот Вот еще такой вопрос Поскольку вы давно очень живете в Израиле Вот есть ли явные параллели в иудейских и индуистских Взглядах на устройство мира и цель человеческой жизни Какие-то, я позже, какие-то из моих студентов находили какие-то параллели Но я ими специально не занимался Другое дело, что по этому поводу Ну, это обычно довольно самонадеянно и часто вы сказали Значит, это было чье-то влияние на кого-то Я думаю, что это типологическая общность Я вообще склонен, когда нет буквально конкретно Чуть не документального свидетельства В конце концов, типологическое исходство Все мы люди с таким же, более или менее, так сказать С теми же пятью чувствами С теми же элементами там иррационального С теми же комплексами То есть достаточно сходными И... но аналогии есть в частности с Кабалой И на это не раз студенты во время лекций Обращали мое внимание Да, и мы даже что-то по этому рассуждали Очень часто считается Ну, как же это значит И уже там, кто в зависимости от его позиции Или там, может быть Хотя хронологически тут трудно что-то сказать Потому что древнейшие библейские тексты Они могут быть современны Когда еще до того, как начали вообще Как складывались брахманы, например И даже могут быть современны Раннему Панишаду Могут быть Но все эти, вот эти параллели Одна из самых фантастичных и нелепых Это что Христос провел сколько-то лет в Индии Вот да, да, конечно Это абсолютное чудо Она и безграмотная, кстати Один ученый, кашмирский пандит Мне рассказывал в Ширинагаре Вот об этой гробнице знаменитой Которая считается гробницей Иисуса Ну на самом деле там лежит тело суфийского святого Так вот брали пробу тела И тело это было не позднее, не раньше 17 века Ну правильно Не раньше 17 века То есть точно так же как анализ И все равно продолжают люди приезжать в этот район И искать эту гробницу Им это важнее Правильно Им это важно Значит по их биографии Значит видимо христианцы Сыграли такую роль Что им это легче совместить Ценой заведомого недомыслия Чем где-то начать что-то перестраивать Легче совершенно верно Перестраивать свою голову Очень мало кто вообще способен Значит проще закрыть на что-то глаза Чем люди постоянно и занимаются И взять готовый шаблон И продолжать повторять его Тем более господи 2000 лет назад Господи Люди то что происходило с их отцами и дедами Сплошь и рядом Закрывают глаза и не хотят Господи О чем ли? Да и с ними самими Господи Нет Господи А здесь что-то было 2000 лет назад Было или не было Документальных все равно Нет текстов Кем-то заверенных Что вот да Вот имеется там скажем да Вот паспорт спасителя Где такая-то печать значит Властей там не знаю Там Аллахабада или еще чего-то Да такой вот приехал И здесь так сказать Ну чушь какая-то На этой гробнице висит вывеска На которой на урду и на английском Написано что здесь покоится Тело святого Юза Сафа Правильно То есть некий суфийский святой Но люди Правильно Люди этого в упор не видят Но при чем тут Иисус Христос Есть же несколько версий Где могила Богоматери Ну конечно да И где могила Иисуса тоже несколько Она есть в Турции кстати Я там был на этом месте Есть вариант что вообще Они вот эти три Марии Эмигрировали из Палестины Приехали в Южную Францию Три Марии И там есть Там есть на южном берегу Франции Эглизды Три Марии Значит три Марии Как бы морские На море Три морские Церковь да Как будто Мария То ли с Магдалины Еще с одной родственницей Троица только женская Женская троица Мария Маха Шакти Маха Лакшми Маха Кали Махах Сарасов И кто-то верит И кто-то верит А кто-то верит Там есть традиция Изображения Богоматери Черной Черным цветом Она кстати в разных виде Да 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 Черная Мадонна Что тоже Да черная Кстати есть У цыган по-моему Как раз она Не только Вы были в Испании Нет не была В Испании Только на Майорке Там это самое Монсера Там очень интересный монастырь Не так далеко от Барселоны Кстати Да да Я слышала Да в разных местах В Южной Франции есть И по-моему Есть черная Богоматери В российской иконографии По-моему Есть тоже Да В российской Не говорили Нет это Понимаете Но это не важно Даже допустим Что был бы документ Все равно Это абсолютно не важно Потому что Мы Потому что наше сознание Заведомо Мифологизировано Заведомо Мифологизировано И все фантазии Они так сказать Приходятся Ко двору Допустим Все вот Социальные учения Нового времени Это некий инструмент защиты Мы находим Это защитная реакция Своего рода Это такое вот Мифотворчество Из типа Принять желаемое За действительность Из разряда сна Нет Из разряда сна По сути дела Нет Как Вы говорите Что сон Это компенсация Страданиям Житейским Точно так же Мифотворчество Мифологическое сознание Сказки Такого же рода сон Мечта Ну правильно Но эта мечта Становится символом веры Честь безумцу Который навеет Человечеству сон золотой Ну насколько Не уверен Потому что это ведет С таким последствием Что после золотого сна Такое будет Нет-нет Это Это к сожалению Это кто сказал Я забыл автор Это Это беранже Это беранже Ну беранже Хотя я помню Если к правде Святой мир Дороги найти Не сумеет Честь безумцу Который навеет Человечеству сон золотой Ну это такое Некоторые легкомыслие Знаете Очень забавно получилось Я писала диплом свой Здесь В университете ЛГУ По Роману 1984 год Джорджа Орвелла Как только Вот только Это Вы писали Я писала диплом На эту тему И мне его С отличием Отмечали Те же преподаватели Которые только что Истмат Идиомат Ну это естественно За блестящую критику Тоталитарного режима Особо отметили Особо отметили Вы представляете Как большую Вашу заслу Два года до этого Десять лет тюрьмы давали За то что человек Дома имел Этот роман Ну понятно Вот так Я понимаю На глазах Это понятно Да И забавно Что уже другая Моя магистерская работа Уже в Канаде Была на тему Легенды о Шамбале То есть Утопия Антиутопия Утопия Понятно Вот два таких полюса Получились Ну да Но в том-то и все дело Что человечество Способно Воспринять В сущности Утопию В качестве Такого Действительно Символа веры Другое дело Что долго Это в общем-то Эрзац религии И может Обладать Как наверное Вы и знаете Всеми даже Какими-то Существенными Признаками Религии Законоучителем С каким-то С трансформацией Образа спасителей Конечно Кстати этот анализ И делался У вот Бердяева Это есть В отношении Маркса В отношении Маркса Большевизма Как религии Совершенно верно Абсолютно точно так Элементы этого Есть в истории Философию У Бертрана Рассела Есть Вы знаете Конечно да Вот Совершенно верно Это схема Это модель Вот спасения Да Она во многом Всеобщего счастья Она во многом Крениться у библейских пророков Вот лев будет пасти с негненком Мечи перекуют на орала Хотя нару Человечество Это решительно Не способно Решительно Оно договориться Не перековать Потом кто-то Кто-то начинает Тихо себе перековать Потом опять Давайте перекуем Да Человечество В том-то и все дело Оно не способно При всех Вот этих Хваленой Прогрессии Техническом Оно не способно Организовать Так сказать Как-то Общежитием Между себе подобными Принципиально Не способно Поголовно Не способно